24 августа начнется заселение в общежитие Казанского федерального университета. В преддверии этого в корпусах деревни Нюверсиады и студенческого городка прошли подготовительные мероприятия. Специальная комиссия оценивала состояние комнат и мест общего пользования. Общежитие осматривали с точки зрения пожарной и электробезопасности, а также другие вопросы, касающиеся жилых помещений. 11 комиссий, которые осматривают готовность общежитий на предмет готовности к новому учебному году. В это время осматриваются как раз и лестничные проходы, и комнаты, кухни, места общего пользования, душевые. Не только в деревне универсиады, а во всех общежитиях нашего университета. Потом совместно как раз, то есть это проверяется электробезопасность, пожарная безопасность, точки зрения охраны труда. Мы стараемся те студенты, которые находятся в это время в общежитиях, обязательно тоже с ними установить контакт, взаимодействовать и спросить то, что бы они хотели улучшить в общежитии. Основной упор в настоящий данный момент был сделан на места общего пользования. Это, как Юлия Владимировна сказала, да, действительно, совместно со студентами. Мы это решение принимаем. Места общего пользования у нас это коридоры, это, значит, прачечные, это туалеты, это умывальные комнаты, это, значит, полностью по перечню работ у нас это, мы плитки на стены все полностью поменяли, значит, кухни, ну и двери в коридорах, коридорного типа. Все дома в деревне-универсиады выполнены по единому проекту со стандартной планировкой и лишь немного отличаются по высоте и дизайну. На территории кампуса расположены пяти- и девятиэтажные дома. Условия в них разные, но ни в коем случае не уступающие друг другу. Так, например, в пятиэтажных домах на каждом этаже есть своя прачечная, где студенты могут постирать и погладить свои вещи. Есть учебная комната, где студенты могут поработать или просто провести свой досуг. В девятиэтажном доме находится кинотеатр. Там жильцы проводят свои вечера за просмотром фильмов. Но стоит отметить, что все комнаты оснащены кондиционерами, датчиками, реагирующими на дым и радио для оповещения жильцов. На кухне есть буквально все необходимое для приготовления пищи, например, холодильник и электроплита. И, конечно, несомненное преимущество перед другими общежитиями – это отдельный санузел и душ в каждой комнате. Я живу здесь уже третий, ну, три года получается. А сейчас я живу один, в ладнушке, так сказать, один плюс два. То есть у меня два соседа через стенку, я живу один. Всего у нас получается трое. Вот. Соответственно, мне очень нравится у нас своя комната, своя ванная комната. Вот. Душ, все как полагается. Вот. Мебель хорошая, это самое. Очень приятная, очень приятная усвоя для жизни. Вот. Здесь у нас тачечная, как вы видите. Все, и стиралка есть, и холодильная доска, и утепдеры. Ремонтные работы для улучшения жилищных условий проводятся не только в деревне-универсиады, но и во всех общежитиях университета. Комиссия совместно со студентами составляет акты, проводит итоговое совещание, где замечания, которые были выявлены, уже рекомендуют к устранению. Также жильцы участвуют в выборе цвета стен, мебели и необходимого оборудования. Ремонтные работы всех зданий студенческого городка планируют закончить до октября месяца текущего года. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.